Два дня назад у нас произошла очень мерзкая ситуация. Бездомная лобайказа из Курска 17 часов ехала в Питер в новый дом. Но вместо обещанного счастья, уже спустя час бедную собаку, проделавшую огромный путь, выпроводили из дома и, будто издеваясь, бросили вслед два пакетика пшена. Наши волонтеры с собакой остались на улице в чужом городе, без возможности уехать. Билеты на самолет и поезд сгорели. Спасибо приютила добрая женщина Светлана. Не так давно мы привозили ей другого нашего подопечного Гошеньку, который полгода простоял на трассе, тормозя машины и таким образом добывая себе еду. Гоша и Аза моментально подружились, хотя никогда ранее не виделись. Собачки заигрывали друг с другом, а рядом мирно сидел котик, на которого Аза не обращала никакого внимания. Напомню, недохозяйка Марина в качестве отмазки обвинила Азу в агрессии на соседскую собаку, которая почему-то оказалась у нее дома. В общем, пусть останется на ее совести, хотя откуда там совесть? По факту, ведя нас в огромные траты, оставив людей с большой собакой на холоде, в чужом городе она даже не изменилась, не говоря уже о компенсации материальных потерь. А теперь к Азе. Я думаю, даже этих кадров достаточно, чтобы понять, как подло ее болгали. Света тоже была в ужасе от произошедшего, и как человек со стороны рассказала о своих впечатлениях от знакомства с шикарной красоткой Азой. Ваша барышня Марина, она даже не знает, от какого счастья, от какого счастья она отказалась. Это самая красивая, добрая, любимая была бы собака. Говори нормально, а не шепелями. Ну, не могу я, потому что мне очень нравится эта собака. Эта собака самая ласковая, добрая, ну чудо, ну сказка, сказка, сказка. Гоша, оставим ее себе? Гоша, оставим себе? Оставим подружку, да? Смотрите, как она... Гошенька, иди сюда, посмотри. Она всех любит. И кошек не тронула, и собаку нашу не тронула, они уже подружились. Гошу, Азочка, я желаю тебе солнце мое, чтобы у тебя был самый хороший друг. Человек. Гоша показывает свою территорию. Я за тобой. Что было потом, а потом наши девчонки вместе с Азой ночевали еще одной нашей доброй подписчице Галины, где пробыли больше суток в ожидании поезда до Москвы. Нам было безумно жалко возвращать Азушку в холодный вольер, поэтому наш московский куратор Ольга решила пока приютить ее в своей семье. 1 ноября около 6 часов утра наш неприкаянный медвежонок наконец-то добрался до Москвы. Пока Азочка ехала к месту своего временного пребывания, мы приготовили для нее подарки, которые смогли купить благодаря вашей помощи. Нам очень хотелось хоть как-то порадовать бедную собачку, которую в очередной раз предали. Там ее уже ждал теплый матрасик, мягкий плед, свежее мясо, вкусняшки, игрушки. Здравствуйте! Ну вот приехали мы забирать нашу Азу на Восточный вокзал. Идем встречать ее, нашу бедолагу с нашими бедными девчонками, которые три дня просто выпали из-за этой безалаберной дамочки, если можно так сказать. Так что идем, друзья, встречать нашу Азу. Встречаем нашу Азу. Подожди, подожди. Подожди, Катя. Да, подожди. Здравствуйте. Сожидаем девчонки. Вот. Наша девчонка. Наши девочки-мученицы. Азу. Азу. Сейчас мы вытянем. У вас наша девочка. Все. Ай, молодец. Наша страдает. Вот она. Пушественница. Пушественница. Скажи, помжелосовская. А что, Катя, так она и есть, да? Что скажи, жених о вас. Подожди, у тебя помжелосовская. Два слова. Об этой даме. Русском матерных семинарных. Два слова. А русских можно? Любыми. Я ненавижу эту женщину. Я желаю ей вот того же, чтобы вы так же здесь встречали. И спасибо на самом деле тем, кто отозвался. По этой ситуации. Кто отвез, кто привез, кто ночевать, кто отжил. Люди, кто финансово открывал. На самом деле, вот на это спасибо. То есть, мы мамы же приехали отдохнувшись, а еще и с пакетом еды. Вот. Так что, спасибо. Все. Азу пофе. Девочки сейчас у нас, бедные, несчастные, предстоит еще самолетом. Зарениться. Допираться. Пока. Сейчас еще темно у нас. Аз, Аза. Аза едет домой отдыхать. Видите, нас гаишники остановили. Штраповать. Да, Аза? Сейчас уже приедем. Погуляем, покушаем, попьем. Азушка очень устала за эти дни, поэтому пока большую часть времени она ест и спит. Честно говоря, я даже не ожидала, что на историю Азы отзовутся столько неравнодушных людей. У меня телефон не замолкает ни ночью, ни днем уже третьи сутки. Пока общаюсь с одним человеком, там уже пять пропущенных. Некоторые обижаются, начинают писать гадости, если сразу не дозвонились. Но, допустим, звонить в семь утра мне бесполезно, потому что мы не спим до шести. Но большинство все-таки дозвонились, и это очень хорошие люди. В принципе, есть желающие забрать Азу в семью, но мы пока присматриваемся к людям и оцениваем условия, где будет комфортнее самой собачки с учетом ее возраста, особенностей породы и здоровья. Тут вот одна дама в комментариях возмущается из-за того, что я ей на четвертый этаж без лифта не отдала собачку. Хотя я четко ответила, почему. Ну, собаке пять лет, 60 килограмм, и она не молодеет. Азе будет тяжело подниматься постоянно пешком. А если, не дай бог, заболеет, вы ее усыпите, чтобы по лестницам не таскать. Мне не все равно, кому отдать Азу. И я рада, что не отдала ее такой скандалистке. Мы не имеем права еще раз ошибиться, поэтому хозяина выбираем тщательно. Это же не мешок картошки, тут есть свои нюансы. И если я кому-то прямым текстом отказала, то значит был повод. Бывает так, что люди хорошие, но, к примеру, очень далеко. Или хотят взять вольер, а ей проживание там противопоказано. Так как у Аза были проблемы с почками, мы ищем вариант с проживанием в тепле. Адекватные люди воспринимают эту информацию с пониманием. И опять же, какой бы доброй, ласковой Аза ни была, нужно все-таки понимать, что это Алабай. И нам хотелось бы, чтобы у человека был хоть какой-то опыт содержания крупных пород и осознания того, что он действительно справится, прокормит и не позвонит спустя час с требованием забрать ее обратно. Еще раз спасибо огромное всем, кто отозвался на нашу беду. Мы очень тронуты. Спасибо за ваши добрые сердца, сострадание и готовность прийти на помощь. Приютить, предоставить ночлег и приехать среди ночи, чтобы подвезти до места этого ночлега. Одна девушка приехала буквально за 20 минут, узнав, что наша троица никак не может уехать с вокзала. Спасибо всем вам за то, что вы есть. Азушка передает вам огромный привет и не теряет надежды вскоре встретить своего человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова